В итоге у нас получилось 9 продуктов. Это основная линия косметики Милор. Я говорю, что все делается в Италии, развивается в Италии. Этикетки расклеиваются в Италии. Если вы обратите на них внимание, это наш первый опыт. Они еще даже не пластифицированы. Нам в последний момент на заводе в Генуи наклеивали вручную. То есть некоторые чуть-чуть не равны, но выглядят достаточно прилично. Что входит в линейку? Мы согласились с идеей в Санбернара по типу шерсти. Это короткая, средняя, жесткая и длинная шерсть. Мы совместили жесткую шерсть со средней. Потому что по типу шерсти все-таки она ближе к средней, а не к короткой, как это сделано в линии Санбернара. Длинную шерсть, я скажу честно, мы тестировали в основном на йорках. У нас в салонах 85% собак это йорк-шайры. То есть тестировалось на йорках в том смысле, что 99,9 йорков после использования нашей косметики выходит великолепно. Было пару вопросов по мальтийцам в мальтезе, в мальтийской собаке. Есть у нас один мальтиец, который ходит на Новослободскую. Причем очень наш старый клиент, давнишний друг. Он ходит постоянно к одному и тому же мастеру. Был эффект появления колтунов, эффект спутанности на третий-четвертый день после использования косметики Милоид. Я сам туда ездил, перемывал этого мальтийца. Вроде как лучше не стало. Поэтому вот у нас на данный момент 4,5 тысяч собак перемытых в наших салонах с 18 марта, момента, что мы завезли косметику, один клиент, который оказался мне удовлетворен. С поделями все хорошо. В длинной шерсти мы испытывали молочную севоротку. И собачьи косметики известны на данный момент. Это один из первых продуктов, где она применяется. Очень хороший результат с короткой шерстью, потому что в короткой шерсти мы использовали эквизету. По-итальянски, по-русски это хвощ, лесной хвощ, беконский хвост, по-народному. Он очень богат кремниевой кислотой. Шикарные натуральные экстраты. И эффект на короткой шерсти тоже великолепный. Среднюю шерсть. Мы смотрели, конечно, и на обычных средних шерстников, но в основном дело для жестких. Для собак жестких пород. Отличный результат. Мы полностью довольны, ну как и наши клиенты. Там натуральные экстраты, ананасы и мальвы. Это бальзам и соответствуют шампуням. То есть мы рекомендуем использование бальзама после каждого шампуня. Как, в принципе, это делается и в линейке, и в Сан-Бернера. То есть шампунь очищает, раскрывает чешуйки, вымывает грязь. А бальзам, наоборот, подпитывает, закрывает чешуйки, восстанавливает пиашку кожи шерсти. И ставится он на свои места. Собака более длительный период времени остается чистой, красивой и не заколкнуется. Из трех дополнительных продуктов мы сделали спрей-лосьон. Обогатили его, выбрали более дорогие компоненты. Там присутствуют экстраты натуральных масел. Основной упор мы делали на бамбук. Ну и главное, что мы отказались от алкоголя. Там нет совершенно ничего из алкоголя. Есть эфир. Эфир в самом процессе, в момент распыления он испаряется. Эффект очень хороший, опять же, при распутывании колкунов и при финальной уплатке. Второй дополнительный продукт нашей линии – это маска. Маску мы постарались, то есть стремились к тому, чтобы сделать пэк, но в более облегченной версии, которую можно использовать как обычную маску для ежемесячных процедур для собак. Где-то около 70-80% – это… Извините, пожалуйста. Я забыл включить телефон. Вот. Там в основном коллагены – это водоросли, экстраты водорослей. Затем мы добавили экстраты маракуйи и бананы. Получился очень хороший эффект. Она прекрасно распутывает колтуны, когда собаки находятся в катастрофическом состоянии. Хорошо восстанавливают, текстируют шерсть. Особенно рекомендуем применять при смене сезонов. И раз в месяц, великолепно, на шерсти больше не нужно. Последним продуктом, которым мы тоже очень гордимся – это миндалевое масло. Это все натуральное, химии практически нет. Можете попробовать на коже. Пожалуйста, подойдите. Оно обладает защитным свойством и для кожи, и для шерсти. Мы советуем добавлять его и в маску, если хотим подпитать. И практически оно делает любой наш шампунь или бальзам шампунем, который обладает лечебными свойствами. То есть для собачек с аллергией, для собак с проблемами, для сухой шерсти и кожи – очень хорошее вещество. Напрямую на шерсть мы не советуем его наносить, лишь использовать для ранок, ушей, лапок и смешивая с другими продуктами. Роджер сам с собаками увлекается… Коматиками? Коматиками. А, меня зовут Роджер, я из Барселона. Спасибо, это ценность. Он свою жизнь с собаками не планировал связывать, сейчас у него первый опыт именно нахождения в салонах, то есть он ездит, активно помогает девочкам, они его тренируют, он там моет, стрижет. А он это все делал на любительском уровне, но на каком, то есть он родился между одной выставкой и другой, его постоянно перевозили в клетки с собаками, когда он был маленький. Поэтому он будет мыть, а я буду рассказывать и показывать. Вот. Что еще я хочу сказать вам по поводу косметики? Да, по поводу химии. У нас получилось отказаться где-то на 90% от всех загустителей, еще потому, что нам помогут Европейский Союз в этом смысле. У них вышла директива последняя по косметике, где-то с июня по декабрь окончательно будет запрет на всю косметику, произведенную в Европе, именно на химические загустители. То есть шампунь, это активное вещество, оно достаточно жидкое само по себе, и человеку непривычному, привыкшему к традиционным шампуням, он кажется малоразбавляемым, то есть жидковатым. И человек старается налить чуть-чуть больше. Вот. Это проходит где-то в течение месяца, ну, по крайней мере, мы судим по опыту наших мастеров, помощников, что постепенно человек привыкает, потому что этих 10 грамм хватает, разбавляя 1 к 3 на грязной собаке или 1 к 8 на чистой. Вполне хватает для того, чтобы вымыть собачку. Вот. Сейчас в Европе, ну, не только наша фирма с этим столкнулась, это у Космодапа проблемы в заседании, и в Самбернаре они ищут натуральные загустители, то есть психика человека для чего доводит людей. Кто-то думает. Вот. Из, там, опыта идут сахарные свекла, там, что-то экстракты тыквы, ну, что только не думают, но это уже проблема, то есть есть такого типа. Мы этому только радуемся, потому что меньше химии, здоровее собаки будут, по идее. Вот. Вот. У парлату дель саду, ну? Угу. И. Парте. И. 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 Мы разрабатывали косметику для нас, одновременно делали линию для Испании. Линия называется XXX. Она активно продается в Барселоне. У нас там уже есть какие-то подниматели чего-то. Мы в подробности не вдавались, но, в принципе, схожая косметика. По принципу с нашей тоже очень мало химии, очень мало тушек, очень мало красителей. Ну, практически нет. У нас красителей нет. Вот.